сегодня как раз немножко затронем ситуацию с какими-то переживаниями и страхами наверняка те кто читали много различных мудрецов я помню в свое время когда я давно тоже читала что надо со своим страхом встретиться вот сейчас фактически мы пошли именно на примере станей состояние взаимодействия со страхом только взаимодействие со страхом вот это свидетельствование со стороны оно должно присутствовать поэтому естественно когда проводник находится рядом это легче потому что можно курировать ставить ситуацию я например вижу там какой-то потенциал того что как бы с чем вам надо раскрыть ваш голос это излучает как спрятанное знаете вы как будто это проглотили спрятали отодвинули и это не трогает но это не значит что его то что спрятать более того чем больше человек это прячет тем больше она нагнетается она наращивается набирает потенциал все но обязательно ворванет она во что-то выльется это идет такой своего рода процесс обнуление когда вы взаимодействуете например со страхом чего-то зайдите в это осознанно от вебинара по бинару мы будем разных участников вызывать и протаскивать через это чтобы у человека было четкое ощущение как это происходит чтобы потом когда уж нет вебинаров человек сам может себе помочь в той или иной ситуации потому что просто зайти в страх и сказать вот мне страшно я захожу это насилие нужно пробовать осматриваться ощущать себя в этом как бы прочувствовать ага но вот он я здесь и что тогда и просто я и страх я боюсь этой картинки или этого образа я резко прячусь резко отворачиваюсь делаю что не встречаю куда угодно переключаюсь это текст и формула гласит не против всего моего она множится то есть не почему вы прячетесь вы неосознанно говорите это сильно это страшно и я его dies соответственно она набирает еще больше силы это заслуживается встречется свои конструировки то есть человек появляется такое навязчивое состояние то есть чем больше человек пытается от них отвернуться не замечать тем больше начинает он возвращаться так иначе диск а народ начинает вас преследовать это уже точный показатель что нужно идти навстречу себе нужно взаимодействовать восприялись они создав costing не в коем случае не в мыслях. Если бы сейчас Таня это все продумывала, это бы только усугубилось. То есть должно произойти разрешение. Иначе оно пожирает. Вот эту меру несветимости оно забирает. И оно действительно представляет определенную не то что угрозу, а такой как бы потенциал, некий такой перевес. Если это не обнулить, то соответственно оно само по себе не уйдет. Она не скажет, слушай, 20 лет к тобой живу, а теперь все, я ухожу. И я так не буду. Тебя стало более страшно или менее страшно? Меньше. Как ты считаешь, почему? Это и убрало страх. То есть разделенность какая-то. Когда отдельно все страшнее и реальнее. А как ты сейчас воспринимаешь свои страхи в отношении себя, среди близких? Мне в целом сейчас как-то больше заземленность какая-то, уравновешенность. Мне стало легче дышать. Я различаю страхи, что-то ментальное, что-то мысли. Что я больше чувствую, что в настоящем моменте, если сейчас так, если сейчас вот в данный момент все вместе, я знаю, что ребенок помню. И это так и есть. И все. Я ничего не могу гарантировать. Сейчас беспокоен. Состояние более протрезвевшее, больше ясное. В основе любого страха, любого переживания, непринятия себя. Незнание исконного себя, вот этого источника. И поэтому, когда вы пошли сначала в страх и вернулись назад, вы возвращаетесь. Как бы, что я все время завишу, потому что я все время думаю, что я когда-то буду хорошим, когда-то буду наполнен. Со мной что-то не так сейчас. То есть как бы это непринятие, недовольство с собой. И когда мы рассматриваем и разматываем страх назад, мы приходим к тому, что, вот как я говорила с Ларисой, а если бы ты вот прилетела с одного симпозиума, уйдешь на другое и так далее, сильно ли бы тебя теребело и пугало, что-то там кто-то подумает? Бесспорно, всегда какие-то плохие мысли, они задевают. Ну, бесспорно. Но я имею в виду, был ли бы это определяющим. Когда человек знает и наполнен собой, когда вот есть эта наполненность, это такая глыба, это основательность, это такая фундаментальность, она не сдвигается. И поэтому вы должны вернуться к тому, что я у себя есть. Да, даже если будет что-то, то я буду с этим взаимодействовать. Потому что фактически человек страдает от чего? Что как есть, не нравится, а как могло бы быть, не случайно. Поэтому мы приходим к оцениванию того, как есть. Понимаете, то есть размотать в конец и сказать, что да, я стою сейчас на такой платформе, на такой частоте, на таком этапе, что я это считываю таким образом. Мы в следующий раз больше это разберем. Все, что касается возврата назад. Получается, что вот это неприятие себя, оно и дает такое замыливание, и ты не ощущаешь, какой циал в настоящем моменте и возможности действовать. Абсолютно верно. Потому что человек всегда, он не чувствует, но он действует, исходя из недовольства собой, исходя из непринятия себя, из непризнания себя. Не путайте, пожалуйста, я хорош, или я хороша, все меня любят. Это не есть признание, это не работает. Когда вы точно знаете, вы можете об этом никому не говорить, но вы это знаете внутри. Поэтому не путайте голос. Помните, я говорила, что есть внутренний голос, да, а есть интуиция. Это тоже две разные частоты, не путайте. Страх – это какое-то предупреждение, идет напряжение. То есть, если бы у человека здесь не было страха, то вообще неизвестно бы, чем все это заканчивалось. Да, но то есть страх – это некий предохранитель, но это одновременный и некий блокировщик. Вот каждый из вас что-то ощутил, когда Таня ходила, да, вот в этой комнате, что что-то поменялось в самом начале и уже к самому концу. Вы ощутили, или было это непонятно, никак не замечено? Ее состояние изменилось. А вы сами изменились, когда вы вместе с ней все это слушали? Да. Почувствовали, да, что что-то в человеке меняется. А меняется именно потому, что у страха глаза великие. То есть, пока вы туда не зашли, там это все рисуется очень страшно. Когда вы непосредственно в этом оказываете, да, я продолжаю жить в этом. Да, ужасно, да, какие мысли. Так, а что я могу сделать? И вот вы смотрите, смотрите, что происходит. Где ваша опора вот в таких ситуациях? Она всегда только в самом себе, в своей сути, да. И про сути, про это мы будем уже дальше больше. Ну, пока на сегодня все, значит, разматываем переживания и страхи. Пробуем оставлять такое моделирование. Обязательно следите за тем, чтобы вы были не внутри транслирующего моделирования. Ну, например, я своей личности то, а она мне то. А я вот, например, сказала, хорошо, а я пойду туда. Ты будешь довольна? Она говорит, ну, нет, наверное, как бы... Нет, давай, давай пойдем, я буду довольна. Раз пришли, она говорит, а я тебя обманула, а я недовольна. Ну, например, или такой, может быть, вариант. То есть она что-то будет делать по-разному, да, она каждый раз переначивает и говорит, да что ты пойдешь, ты представляешь, что никогда ничего не получится. Вот так будет говорить. Вытаскивайте вы себя, потому что если вы это не вытащите, значит, оно не вскрыто, значит, оно продолжает вас кушать. Он вами управляет. Аплодисменты. 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 Продолжение следует...